Всем привет, дорогие друзья! С вами снова я, Даналия, и сегодня уже, как и обещала, я сниму видео с прохождениями сюжетки, добавленные на Рейнбоу Фестиваль, на Радужный Фестиваль. Но так получилось, что пока я стояла и тут готовилась начинать все это снимать, начался парад, вот, да, и тут NPC-шки, несколько людей катаются, я решила, что почему бы нет. Вот, так что да, сейчас мы оставим ребят в покое, NPC, неважно не NPC, и будем уже заниматься своими делами. Но, пора использовать ту функцию, о которой я так мечтала очень давно, это изменение времени суток. Да, время уже 9 часов вечера, в ССУ обычно уже светает в это время, а я безумно радуюсь тому, что мне не надо, мне не надо, мне всего этого не надо, мне подавайте день, чтобы снимать видео, вот, да, так что я счастлива. Сейчас я доеду до конюшни Морландо, чтобы начать эту сюжетку, потому что нам нужна лягушка этой путешественницы, которая даст нам задание, и от нее, я думаю, там уже все дальше пойдет. Обрезать, я думаю, буду по минимуму, если что-то обрезано, ребят, то там просто либо какое-то молчание, какое-то путешествие куда-то, езда, коневозки, ну, я надеюсь, что видео будет вообще просто на одном вдохе-выдохе, и что все будет хорошо, и мне этого хватит. Так, вот лягушка, вот лягушка, она появилась, она здесь уже сидит, ждет меня, милая, в шапке-ушанке, типичная русская лягушка, каких не бывает. Так, что ты хочешь? Лягушонок смотрит на тебя большими круглыми глазами, кажется, он потерялся. Так, помоги маленькому путешественнику найти хозяина, репутации нам давать никакой не будут. Так, вот, для тех, кто вообще не знает, что это за лягушка, тут есть такая даже выбор, что, что за лягушонок? Ну, я-то знаю этого малыша. Это Пико! Пожалуйста, отнеси меня к воздушному шару Микки у аббатства Дойл. Напуганный лягушонок, Пико, вот ты где, я повсюду тебя искала, уже собиралась взлетать, но не могла бросить Пико. Дарья, спасибо за возвращение моего лягушонка. Так, можешь представить, что помимо нашего мира есть другие новые рубежи, которые скрываются где-то за облаками? Это правда, прости, я иногда слишком увлекаюсь, тебе ведь уже приходилось бывать со мной в облачном королевстве? Сядь в корзину. Сядь в корзину. Так, да, хочу. А что же будет в этот раз? Это так интересно. В первую секунду можно подумать, кстати, что это баг. Или глюк. Но это не глюк и не баг. Хотя, кстати, на месте разработчиков я бы оставила восклицательный знак Б цветным. Потому что... Да, во-первых, вот так вот, а во-вторых, ну не с... Он с... Ой, народ, это сложно. Я все понимаю, но... Но... Я не могу... Прожать. Я не хочу никого в игнор кидать. И так... Чищу, не чищу, все равно в игнор приходится людей кидать. Ну вот как? Ну вот... Я... Вот... Может я что-то не понимаю, но мне действительно казалось, что... В старом ССО, в очень-очень-очень-очень старых далеких временах, как-то было проще прожимать NPC-шек. А тут... Вот где? Вот как? Ой, ребята, ну я не со зла, вы же понимаете. Я просто хочу выполнить задание, потому что я хочу его выполнить. А почему в игнор не идете? О, наконец-то! Добро пожаловать в лагерь Зенет. Я так рада, что ты добралась. Ты лошадь свою захватила, отлично. Здесь в облаках действуют таинственные силы, и лучше всего тут путешествовать верхом. Вообще-то мы могли бы превратить наши экспедиции в гонку. Повеселись хорошенько в облаках, храбрый следователь. И смотри внимательнее, куда наступаешь. Вниз лететь очень долго. Вот да, смотрите, вот она сливается. Извините, это мои эмоции, потому что... Как? Как вы прикажете мне? Ура. В облачном королевстве не осталось цветов. Жуть, правда? Поговори с Микой в облачном королевстве. Это действительно выглядит странно. Но красиво. Еще несколько дней назад здесь было ярко и красиво. И вдруг такое королевство кажется чужим и печальным. Наверняка цвета можно вернуть. Конечно, нельзя просто сходить в магазин за краской. Но мы должны что-то придумать. Правда, Дарья? Так, судьба облачного королевства в наших руках. Большую часть видео я потрачу на то, чтобы прожать NPC-шку. Да откуда? Я, по-моему, пролистала диалог? Нет. У меня есть идея. Я нашла одну старую и странную штуку, которая может помочь. Так. Я проверяла исследовательское снаряжение и вдруг наткнулась на это. Никогда ничего подобного не видела. Похоже на какой-то кристалл или призму. Возможно, этот предмет связан с тем, что случилось в королевстве. Дарья, как ты думаешь, мы сможем вновь сделать королевство разноцветным? О! Давай! Нажми! Нажми! Хочешь просмотреть поближе? Да, хочу. Кажется волшебный. Взять его, изучить загадочный предмет. Ага. Самое обидное, что даже если бы я написала, что, пожалуйста, можно, вы немножко разойдетесь, я не могу поражать. Все начнут сразу быть злыми, агрессивными. Как будто я у них... Я не знаю, как будто я что-то такое попросила. Ого, что происходит? Желтый. Появился желтый цвет. Я это увидела. О! А можно так было с самого начала? Как это у тебя получилось? Ну, важнее всего, что желтый цвет вернулся. Невероятно, тебе удалось вернуть цвет. Не понимаю, как именно это произошло, но мы можем разобраться по ходу дела. По крайней мере, теперь мы знаем, с чего начать. Раз такие предметы возвращают цвета, пожалуй, назовем их осколками радуги. Радуга состоит из семи цветов, значит, мы наверняка найдем еще шесть таких предметов. Попробуй их поискать. Ты наверняка встретишь такие осколки, пока будешь заниматься другими делами в Облачном Королевстве. Может, они найдутся и на Юрвике, там тоже стоит поискать. Я не могу отлучиться, зато я отлично знаю эту местность, так что могу подсказать тебе, куда отправиться на поиски. Приходи ко мне, если нужны будут предложения. Скажи, когда найдешь другие осколки радуги, тогда мы восстановим остальные цвета. Можешь приносить их по одному или все сразу. Удача, Облачная Королевство, на тебя рассчитывает. Так. Ага. Угу. Ммм. Так, ну ладно. Так, тут еще какие-то задания. На Юрвике творится что-то непонятное. В середине лета пошел снег. Говорят, откуда-то доносится жутковатая музыка, а еще вокруг необычайно холодно. Можешь поискать причину загадочной погоды? Ага. Мысли Мики. Привет, а как раз кстати, я только что дописала рассказ о своем последнем путешествии. Всегда хотела делиться с миром заметками, как дядя Ник, который подробно описал свои приключения на Юрвике. С тех пор, как я отправилась в собственное путешествие по острову, я начала вести записи об интересных местах, которые мне встречаются. Возможно, я дам тебе почитать. Хочу узнать, что ты думаешь. Спасибо, Дарья. Почитай новые заметки. А как их почитать-то? Не знаю как. Ладно, разберемся. А, вот. Надеюсь, когда-нибудь я соберу из них книгу, и они вдохновят людей за пределами ААС пуститься в собственное приключение. Затеряно что-то там в облаках. Привет, Дарья. Я пыталась выяснить, куда делись цвета, и кажется, потеряла некоторые вещи. Тебе несложно будет их поискать? Помоги, Мики. Так, затерянные в облаках. Большое спасибо, надеюсь, ты заодно найдешь осколки радуги. Так, ну это понятное дело, это в гонке. Коллекция подков. У меня есть мысли, где можно поискать осколок радуги. Надо... Не ты, а блестящийся. Я имею в виду сбор золотых подков в желтом облаке. Отправляйся туда. А, вот она, желтое облачко. Когда у нас появятся подковки, и мы их будем собирать. Так, хорошо. Любишь книги? Так, кое-что написала. Та-та-та. Не понимаю. Снег, лето. Так. Так. А, так, это... Крик. Крик. Из туч, конечно, капает дождь, но что из них капает? Слезы, такого я не видела. Спроси бедняжку, что так ее огорчило. Может быть, вот эту тучку она имела в виду? Нет? Или да. я не знаю так давайте кстати посмотрим что в магазине мы сможем посмотреть у нас пока все черно-белое но тем не менее ребята какое снаряжение так стоп а почему это все я в спойлерах видела что тут будет очень много снаряжения почему я его не вижу здесь только одно остальное я их наверное остальные остальное снаряжение это ой наверное дает нам лепрекон который сидит на радуге которая меняет свое место положения раз полчаса так стоп 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 здесь дневники-мики дорога в пепельные земли заблокирована кстати да у нас же еще есть такая незаконченная не открытая локация как пепельные земли если кстати кто не знает локация пепельные земли находится выше она находится в земле в самой северной части это такая мини долина вулканов и вот там как раз вулкан пепел и вот по моему это вот как раз она и есть не кстати ни разу там лично не было я была максимум около моста но я вспомнила за что я не люблю облачное королевство но чтобы туда пролезть именно через глюки байки я туда не лазил я только видосики смотрела да и в принципе там ничего интересного нету в особенно и не я посчитала что смысла копаться туда нет так так понятно ребята давайте встретимся когда я соберу подковки по сути мы должны выполнить все задания которые здесь ежегодно есть то есть сбор подковок прохождение гонки поиск предметов и за все это я так понимаю мы и получим в качестве вознаграждения эти осколки радуги а вот смотрите я сейчас вот прыгала сюда и когда я прыгала пыталась поймать подковку вот вылезла этот осколочек и вот все я упадала вот как это работает то есть она по пути так я еще не все собрала осколки но мне просто интересно как это будет выглядеть поэтому сейчас я посмотрю мы сдадим два осколка один или три или два так я вот предметы не все собрала но у меня такое чувство что за предметы я уже осколки получила давайте попробуем так получен осколок радуги найден осколок радуги какой цвет зеленый хуру это так прикольно почти рядом с желтым так а следующий какой синий получен осколок радуги найден осколок радуги давай какой следующий какой красный или оранжевый так ладно и да так это по поищем мы потом сейчас давайте идем за следующим нормальным осколком связанным с сюжетной линией и попытаемся его заполучить оба на я даже наушники одену полностью мне кстати так нравится мелодии которые отыграются откуда взялись эти ноты еще одна нота я не уверена да у меня звук на максимум но смех страшно но у меня в ноутбуке если я наушники вставляю то мне нужно через микшер настройку звука делать а я щас это делать не хочу поэтому мне придется молчать чтобы хорошо все слышать а потом повысить громкость в редакторе а классно ребята это прям вау ну-ка о какая радость и вот кто сделает этот день еще паршивей вот это перевод вот это перевод все пропал меня зовут катя на для тебя я просто смерть а теперь покончим с этим а это ты и дарья как жаль может просто чалишь назад в свою веселую конечно если это не очевидно для этой на скидке не нужен покой доступны только в одиночестве это как-то грубо поэтому может поиграешь где-нибудь в другом месте заняты а я думаю на юроки всем рады хочешь устроить этот скрипич почему у меня на душе просыпается додпул в такие моменты которые открыт отвечает только сарказмами фу нет но ты не можешь меня прогнать я же никому не порчу жизнь пока что из-за тебя летом пошел снег как бы настроение от меня не портишь мне нравится твой стиль игры неплохо да холод под стать моему холодному холодному сердцу не то чтобы испорченный праздник приносит несчастье кому ну вообще нужно но я определенно довольна горжусь собой да наверное так это ты украла цвета облачного королевства о чем ты зачем мне какие-то цвета предпочитаю приглушенную пролитую оттенков серого и вообще облачное королевство фу меня от одного названия воротит бе ты значит это не ты нет я не при чем но я не удивлена что ты меня подозреваешь Ты меня совсем не знаешь, Дарья. Все, чего я касаюсь, становится холодным, серым или вообще погибает. Хочу я того или нет? Можешь представить, каково это? Круто, захватывающе, страшно. Меня всю жизнь называют проклятием. И через какое-то время я это начинаю доставать. Ладно, я удаляюсь. Постой, Катя, исправь погоду. Это ты ее исправляй, Дарья. Хочешь вернуть свое ненаглядное солнышко, значит, сначала уничтожь мои ледяные осколки. Вау! Это... Это... Вообще, кстати, летает. Это был виск? Ну-ка, погодите, погодите, я хочу это услышать. При каждом... Таине осколка... То ли виск, то ли ржание, то ли звук, знаете, когда вот ветер дует. Ну-ка. Как будто ржание. Это, наверное, ее лошадь? А, нет, не туда. Не туда. Что я хотела сказать? Вообще, это не честно. Это не честно. Катерину... Катю эту... Боже мой, Каролина! Мне теперь ассоциация на два фронта. Что я хотела сказать? Это не честно, потому что Катю в сюжетке мы видели именно в ССО, именно в Старстейбл Онлайн всего лишь один, два раза. Я помню только один раз. И как бы, ну там непонятно, кто это. А здесь нам сразу показывают ее с нескольких сторон. Что мы знаем, она как бы темный всадник. Вот. Во-вторых, она любит просто скрипку и спокойный, тихий образ жизни и ненавидит себя за то, что у нее такой дар делать все серым, холодным, бесцветным и, в том смысле, лишать жизни. О, метель пропала. И то есть, она нам уже сразу говорит об этом, что она не хочет так. Она действительно человек-проклятие. И вот, во-первых, она... Да, у нее нестандартная такая внешность. Ну, по сравнению с нашими персонажами, допустим. Но мне очень нравится. С первых артов понравился ее новый стиль, прическа, образ. И теперь мне даже жалко. Мне вообще кажется, что теперь это мой самый любимый злодей. Ладно, на этот раз того я взяла. Хватит с меня общения. Веселого расхлебывания ваших жалких проблем. Покеда. Мне не нравится вот этот перевод, мол... Можно литературный, пожалуйста? Ой, смотрите, как сияет. Мы же не видели, как оно сияет, потому что в Облачном Королевстве все серое. Это осколок радуги, который начинает отнести Микки. Красиво. Так, что у нас еще осталось? У нас осталось доступное... Ой, ох уж эта легендарная рыба. А, кстати, да, у нас уже давно ушел Хэллоуин. Уже через несколько месяцев он вернется. А у нас до сих пор висит в доступных заданиях котел Сердца Цитадели. Мне это прям так радует. Аж с картавостью наиграми сказала. Так. А сколько осколков, получается, осталось собрать? Вот где-то я по-любому их пропустила. Хотя в Облачном Королевстве я собрала сколько? Два осколка? Три? Два. Один не считается, он базовый. Так. О, получи осколок радуги. Найди осколок радуги. Пожалуйста, будь последним. Так. Ага, смотрите, красный. Ой, какое все в красном фильтре. Ха! Ой, слушай, ты такой красивый. Когда... О-о-о-о! Ты такой пастельный. То есть он же такой яркий-яркий. А тут он такой пастельный. А можно ты навсегда таким останешься? Мне так нравится. Так. Любишь книги? Поиск потерявшегося снаряжения. Тучка плачет. Я вот не поняла. Тучка плачет. Это вот эта туча? У нас несколько туч. Ну, я просто должна попробовать. Мало ли. Нет. Это не та туча. Жаль. Жаль, жаль, жаль. Ну, я не хотела бы на самом деле идти и смотреть видосы, где какое снаряжение валяется. Вот честно вам скажу. То, что я помнила, я собрала, конечно. Но, видимо, все-таки придется идти искать. главное все же по моему вот ну да вот все же на виду здрасте дайте проехали давай давай собирайся потерянный предмет микки карта закончена это был шестой предмет их по-моему 7 о боже да я так обожаю падать сквозь текстуры я кстати смотрю такое чувство что сквозь текстуры падаю только я потому что катаюсь на старом шайры и да ребятки старые шайры это прям я жду скидки на них стой куда нет так я собралась здесь нет не здесь в другом месте или здесь короче у нас по моему остался один предмет я не помню где он а где он может быть где-то тут сбоку что-то бы б-б-б-б-б-бы быть ну вот как как шайр не позорь меня пожалуйста где-то здесь по моему есть что-то в воде я взяла Тут, по-моему, тоже что-то было Я это тоже подобрала Конечно же нет Я же ничего не вижу Дальше своего Тяглого Шайерского носа Я же ничего не вижу Так, ну по-моему, все Куртка Откуда у меня эта куртка? А я не помню А, это запояк насекомых Вы, кстати, да, заметили Вот эти вот всякие Завихрения, портал Вот это тут раньше было видно только Облачное королевство вдалеке И то, кстати, его было видно хуже Я вам сейчас его покажу Вон оно Вот там прям видно В облаках город Возможно, когда-нибудь У нас будет прям Облачный город какой-то С конюшнями Пожалуйста, пусть будут Пегасы Сделайте, чтобы было Облачное королевство На котором доступны Пегасы Что летать на них Можно будет только там Типа летать Ну, пожалуйста Я скучаю по Белле Саре С их стойлами Для Пегасов Морских коней И всем прочим Белла Сара Кошмар Мне прям так плохо Найдено среди облаков О, привет Тебе удалось найти Мое снаряжение? Да Мне удалось Не терять, пожалуйста Постой Все нашлось Слушай, Дарья Да у тебя талант Знаешь, я тоже без дела Не сидела Пока тебя не было Я нашла вот это Осколочек Это осколок радуги Который нужно отнести Микки Микки Микка 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 Я только что поняла Я думаю, что-то знакомое Имя Микка У меня сейчас кошка Кошку зовут Микка Так, найди насколок Ну Ну Давайте последний Последний? Нет? И Розовый Ну почему не синий? Я так хотела синий Так А кто у нас еще остался? О А вот и второй Просто нужно было книжку почитать Спасибо, что читаешь Пожалуй, моих записей хватит уже на целую серию книжек Так Ты только представь Мысли Микки на полках пурпурного пони библиотеки серебряной поляны Я хотела бы это увидеть О Еще один Дайте мне мой осколок Спокойся Только спокойся Пусть это будет синий Дайте мне синий А вообще дайте NPC, пожалуйста Получи насколок радуги Давайте Ребята Очень длинное видео будет Но Знаете Я думаю Синенький так и остался Какой? Каждый А кто остался-то? Голубой 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 Каждый охотник желает знать Где? Голубого нету А голубой это у нас Тучка Из туч, конечно, капает дождь Но чтобы из них капали слезы Такого я не видела Спроси, бедняжку Что я так огорчила Хм Не понимаю А где? Так о чем это я? А о чем я? А о чем я говорила? А Вообще, кстати Было бы классно Я хотела бы Делать стрим Но по каким-то причинам Если вы смотрите мой канал То вы должны помнить Что последние Несколько стримов Они заканчивались тем Что они шли Меньше часа Просто потому Что у меня Программа Как-то Не хотела Их показывать У меня Отпадал интернет У меня отпадало Соединение Соединение Ты подозрительная туча Что с тобой? Нет? Нет? Ты так просто Подозрительно Шаталась? Нет? Ну ладно А я уж думала Вот И поэтому Я решила Что я уж лучше Запишу длинное видео Чтобы вы смогли Его посмотреть Вот Может быть Вы Вы его посмотрите И когда будете Сами проходить Вы включите его На фоне Или же Посмотрите А потом Пройдете проходить Не важно Мне просто Будет приятно Что я его Записала Что я Не теряла Времени В пустую Что это Все не просто Так Ааааа Ай Да дайте Мне Силы Не Разгромить Это Облачное Царство У нас осталась последняя возможность. Плачущие тучки. Плачущие тучки. Где дождь? Я просто действительно не понимаю, о чем речь. Карта у нас в этой местности не работает. В текущих оно нигде ничего не отображается. Поэтому просто приходится идти вслепую. Так. Ну вот последнее. Это вот эти тучки с дождем. Я просто не понимаю, оно должно быть там или нет. Это что? Свечки это все так и было. Нет. А где? Так, вот туча. Туча. А как мне... А как я спрошу у тучки, что ее беспокоит? Здесь ничего нет. Здесь тоже ничего нет. Да, такое чувство, что я следую за этим человеком, но просто так получается. Так. Так. Не, ребят, так не пойдет. Я сдаюсь. Я прям сдаюсь лапки кверху. Я иду искать ответ на эту загадку. Потому что я все, я не знаю. Ребят, вы не поверите. Я, в общем, пошла действительно на ютуб, чего уж скрывать, больше искать негде. И нашла на зарубежном канале, где, значит, эта тучка. Эта тучка вот здесь вот. Так что, если вы такой же человек, как и я, который не знает, где эта расстроенная туча, она вот, пожалуйста, под скалой, где воздушный шар. Вот кто бы знал. Она плачет. Всхлипывает, всхлипывает еще больше. Всхлипывает. Что, кто, кто ты? Ох, не обращай внимания. Я плачу, потому что потеряла друзей. Они где-то здесь, но я не могу вернуть их в облачное королевство. Ты мне поможешь. А у меня есть выбор. А как мне? Потерявшись от тучка. У меня есть какие-нибудь ориентиры? А, ты еще за мной, значит, дождь оставила. Я-то надеялась, что если я от тебя отъеду, то, как бы, я не буду под дождем. Ты куда ты пошел? Да стой, тучка. А сколько вас? Я потеряла друзей. А сколько? Можно, пожалуйста, поподробнее? Тучка. Верну друзей. А сколько друзей? Друзей может быть много? Пожалуйста, пояснительную бригаду мне. Ты куда? В следующий раз я на выполнение задания возьму какую-нибудь более поворотливую лошадь. И дело не в том, что они у меня все не кормленные. Нет, дело в том, что просто они неповоротливые. Так. Четыре тучки. Может, их четыре и на этом все? А, да, четыре. Портал. На полянке. А, мне нужно их в портал закинуть. Ну, ладно, ладно. В общем, вот, пожалуйста, с тучками все намного проще. Главное, вот, понять, где их искать. Я же правильно еду. Вас надо вот в портальчик подкинуть сюда, подвезти. Ой, как все. Розово. И дождик. Когда в ССО будет погода? Все мои друзья вернулись в Облачное Королевство. Спасибо за помощь. О, сияющий кристаллик. Красота-то какая. Прям... И, кстати, может быть, гифку сделать с этим кристалликом на другом аккаунте, когда проходить буду. Так, дождь у нас остался. Закончился. Вон радуга. Я, кстати, пока до нее никак не доехала. То есть я сразу... Сразу сюда. Сюжетку, задание. Так, и по идее мы собрали как раз последний кусочек. Голубой. То есть вот серая там полосочка. Это голубой цвет. И все тут должно засиять. Так. Ну, красота. Жалко, что я не могла сделать все это по-быстрому. Так, ну давай. У тебя получилось. Благодаря тебе мир снова стал красочным и радостным. Красота. Все цвета вернулись. Почему нельзя все это в один диалог? Цвета вернулись, но все равно что-то не так. Не могу сказать, в чем дело. Я попробую найти ответ среди облаков и сообщу тебе. Выслушай Мику. Пожелай мне удачи. Надеюсь, я не встречу ничего страшного. Поговорим позже. Да, все на этом. Сюжетка закончена, как я вижу. Как я предполагаю. Здесь у нас больше ничего нет. Мы все собрали. В магазине. Да. Вот мы можем теперь посмотреть на всю эту. Нет, не можем, потому что на нашего Шайра все это не одевается. Кроме сумочки. В общем, костюм этот классный. Я подумала, кстати, над тем, чтобы его купить. Зачем? Не знаю. Но мне просто вот пастельные тона все эти нравятся. Вот. А к лепреконам подъедем как-нибудь. Но я думаю, не в этот раз. Не сейчас. И да, похоже, у меня слетело... Да, слетело. Ой, как все... Ой, как все ярко. Слетело время суток. Вот. Так что, пожалуй, на этом все. Быстренько все прошли. Рада, что вы это видео посмотрели. Возможно, оно вам чем-то, чем-то допомогло. Или просто компанию составило во время вашего прохождения. Или игры. И нашу любимую конную спортивную игрушку ССО. Вот. Так что, на этом все. Не забывайте ставить лайк, писать комментарии. Ну, а также подписывайся на канал, если ты еще не подписался. Да, и нажми на колокольчик, потому что много чего иногда выходит неожиданно. И лучше об этом узнать самым первым. Ну, а я с вами прощаюсь. Не забывайте тренировать своих лошадок, чистить их, а также угощать морковкой. Всем пока. Удачи вам. И до встречи в следующем видео. И удачи вам пройти эти кресты быстрее, чем я. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...